Здравствуйте, дорогие друзья. Итак, пол шага до шавота, пол шага до, наконец, того, для чего мы с вами вышли из Египты. Отпусти народ мой, чтобы он служил мне на той горе. Вот мы к той горе уже подходим, уже буквально несколько дней. Сейчас тревога кругом такая, знаете, там не так, там война, там беды. Да, это все есть. Но вы знаете, что очень важно знать одну вещь. Тревога это беда, которая не позволяет нам радоваться. Но если удастся вот поверить настоящей верой, то тревога, она всегда отступает. Обратите внимание, в слоге тревога на иврите есть все начальные буквы алфавита. От алиф до хей, кроме одной буквы, кроме буквы бед. Почему? Со слова бед начинается слово бетахон, убавание, доверие к Всевышнему. Там, где есть доверие к Всевышнему, там тревога отступает. Там, где есть уверенность к Всевышнему, там тревога отступает. Да, это непросто, но это такой путь. Дело в том, что когда у человека появляется уверенность, он перестает беспокоиться. И написано, что у шавота есть один-единственный какой-то такой жесткий признак праздника. По какой? Например, в Песахе, там отца, в Хануку, там булочки, а в шавот, шавот это только улыбка. Только улыбка, только хорошее состояние. Написано в Каббале, что тот, кто в плохом настроении или портит настроение, в этот день он очень подвергает себя большой опасности. Улыбка это кривая линия, которая все выпрямляет. Вот это надо запомнить. Если полагаться на Творца, опираться на него, то можно удостоиться, как говорил царь Давид, уповающий на Господа, милость окружает его. Однажды как-то спросили, рабец, как о мэре из гор. Вот мы произносим в вечернем кедуше праздника шавот, что праздник установлен в память о выходе из Египта. Но ведь это же неправильно, правильно обратно. Исход из Египта нужен был как раз ради праздника шавот, ради дарования Торы. Ведь об этом сказано, при выходе народа там совершите служение. Следовательно, исход из Египта был вторичен по отношению к шавоту. Почему тогда мы говорим, что праздник установлен в память о выходе из Египта? Вы никогда не думали о выходе? Рабин на это ответил. Все это надо понимать буквально. Пока евреи не получили Тору, они на самом деле еще не вышли из Египта. То есть из Египта они вроде бы как вышли, но Египет то в них остался. Они еще были пропитаны всем этим. И только получение Тора меняется. Это касается каждого из нас. Когда человек выходит из Египта, когда он начинает идти к духовности, к Торе. Я вам расскажу интересную историю, которая рассказывается о такой хасид был великий, Менахи Менделфутерфас. В первые послевоенные годы он помогал многим религиозным евреям, бежать из Советского Союза. В конце концов, конечно, схватили, направили его в Сибирь. И вот он жизнерадостный, сильный человек. Вообще это великий человек был. И вот там же привезли его друга в тюрьму. Это был Равин Машеев Ишетский. И вот он тоже пытался переправиться через границу. Его поймали, дали 10 лет. И вот надзиратель сказал Футерфасу, что ниже его на этаже находится его какой-то друг. Говорит, по трубе может я с ним пообщаться. И ночью Равин Менделл кричит трубом, Моше, Моше, ты меня слышишь? Ишетский испугался немножко, говорит, кто это? Равин Менделл, говорит, назвал себя это я. И вот он, представьте себе, вот эта ночь, тюрьма, там этот ужас. И вдруг Менделл футерфас, стуча по этой трубе, говорит, Моше, ты меня слышишь там? Слышу, слышу. Он говорит, скажи, Моше, ты счастлив? И спустя много лет, когда уже он уехал из Советского Союза, Равин Машеев Ишетский, сказал, что этот вопрос его спас. Он был отчаявшимся совсем молодым человеком. Дома осталась жена с детьми маленькими. Никто не знал вообще, сколько, что вернется. И тут Менделл футерфас спрашивает его через трубу отопления в тюрьме, Моше, ты счастлив? Этот вопрос вдохнул у него жизнь. На самом деле, что он ему сказал? Послушай, не позволяй себя сломать, он потом сказал. Они могут посадить тебя в тюрьму, издеваться, мучиться, они могут устраивать. Но счастлив ты или нет, зависит только от тебя самого. Они хотят сломать тебя. Жизнь хочет немножечко там с левой стороны тебя сломать. Устраиваются всякие сложности в твоей жизни. Если им удастся, это они победили. Не позволяем одержать победу. Дорогие друзья, в наши дни каждый должен спросить себя, ты счастлив? А потом задать себе второй вопрос. А как ты используешь время? И вот перед праздником дарования Торы пожелать надо каждому, чтобы было больше радости. Использование времени самым правильным образом. Как того требует и призывает нас Тора учение о жизни, жизни. Для того, чтобы жить, надо приближаться к жизненной теории, к жизненной энергии, к жизни, к Торе. Браха вы от слаха, хорошего получения Торы.